Ну, например, если ты самозанятый, и ты не платишь налоги, это тоже угловное дело. Израильский менталитет не знает своих прав, но что-то куда-то прет и что-то делает. Три предложения, зарплата 50 тысяч и выше. У меня просто нет денег, я тебе, что, со своего кармана буду платить? Должна быть там причина, почему ты меня увольняешь, а по вольне нельзя, я тебя потом засужу. Всем привет, вы на подкасте «Наши в Израиле», и у нас в гостях Анна Левин, HR-партнер международной компании и специалист по трудовому праву и найму в Израиле. Привет, Анна. Привет, Андрей. Сегодня у нас сложная ситуация военная, и хочется сразу вопрос задать, как у тебя с работой? У меня лично наоборот. У меня такая позиция, что во время любого кризиса у меня работы становится раз в пять больше. И в плане найма я работаю на международную большую компанию, и в плане клиентуры у меня тоже очень много работы. Но так не у всех жителей Израиля, к сожалению. Это связано с тем, что люди увольняются, теряют работу из-за войны, да? То есть поэтому они к тебе обращаются. И не только. То есть бывают разные ситуации. Там кто-то, наоборот, у него есть работа, но он боится на неё выходить. А есть бомбоубежище в месте работы, место работы в центре страны. То есть нет никакого указания, что этот работник не может выходить на место работы, а, не знаю, это, например, беременная девушка, ей страшно выходить на эту работу, но указаний нет. И как бы мы вместе пытаемся найти наилучшее решение для этого положения. Почему я спросил про, есть ли у тебя работа? Потому что у нас работа в наших фото-видео студиях просела. И у нас вообще нет клиентов. И именно связано с войной. Поэтому мы начали вести вот эти подкасты. Есть свободное время. И я бы хотел обратиться к нашим зрителям. Если вы хотите тоже поучаствовать в подкасте или вообще записать свой подкаст, то мы это можем сделать для вас под ключ. Сейчас военное время. Можем это делать за совсем небольшие деньги. Обращайтесь. Я заметил, что в Израиле, несмотря на то, что мы высокоразвитая страна, и трудовое право очень-очень соблюдается, тем не менее есть люди, которые, работодатели, которые не боятся. Скажи мне, вот в Израиле работает трудовое право или всё-таки не работает? Оно работает, но это не отменяет тот факт, что будет и работодатели, и, кстати, работники, которые будут не бояться делать что-то не то, потому что до суда, у нас есть отдельный суд для трудового права, до суда большинство дел не доходит, то есть они обычно решаются до этого момента. А вопрос, если я судился раньше с работодателем, мой новый работодатель это увидит где-то? Он может увидеть, если он это промониторит, потому что большинство судов трудового права, они открыты, то есть есть доступ ко всем решениям суда, и твоё имя увидят в простом поиске в гугле, то есть забьют твоё имя, фамилию, и я могу это увидеть. Поэтому вот из-за этого, это не то, что трудовое право, если ты дойдёшь до суда, тут всё чётко, ну, мы идём как Америка, у нас похоже трудовое право с Америкой, но многие туда не суются. Страшно просто страшно или страшно, потому что ты понимаешь, что какие-то обстоятельства потом будут тебе мешать. Ну, как бы запятнается твоя карьера, да, немножко? Ну, не карьера, но это будет видно. Опять, я советую, что если что-то произошло, то всё равно надо туда идти. Да, всё-таки лучше договориться. Я сама когда-то, когда я была молодой, я судилась с работодателем, потому что он не заплатил мне и зарплату, и пенсионный фонд, а это уже у нас уголовное дело, но дело до самого суда не дошло, потому что две недели до суда этот работодатель со мной связался, выплатил мне все деньги, даже чуть больше, как бы я решила не продолжать судиться с ним, потому что это возьмёт там три года. А скажи, уголовное дело, это если он не платит зарплату или если он сделает комбо? Пенсионный фонд. И пенсионный фонд, это уголовка. Тогда уголовка. Не платить зарплату, это, ну, это незаконно, но это ещё не уголовка, вот пенсионный фонд, это уголовное дело. Вау. То есть если вы работодатель, то есть ещё зарплату платить это так себе, окей, но вот пенсионный фонд, с этим никогда нельзя играться. Я прям вижу комментарии, когда говорят, не платить зарплату, окей. Это смешно, но это так, то есть если вы уже там что-то нарушаете, то не трогайте пенсионные фонды людей, потому что не забываем, что пенсионные фонды, они накопительные, они с процентами, то есть ты можешь там принести большой ущерб. Поэтому работодатели, есть красная черта для работодателей, за которую нельзя заходить, это пенсионный фонд. Это так же, как с налогами для АЦМАИМ, то есть то же самое. А что ты имеешь в виду? Ну, например, если ты самозанятый, ты не платишь налоги, это тоже угловное дело. Опачки! Так, Рит, нам надо срочно пойти заплатить налоги. Да я шучу, конечно, мы платим, у нас есть бухгалтер. А несколько слов про это. То есть действительно, если ты не платишь или уклоняешься? Ну, ты не плачешь либо всё, либо ты там что-то прячешь. Так. Смотри, с налогами чуть-чуть так, проще. То есть если ты там упрятал небольшую сумму, они обычно не будут с этого делать уголовное дело, они просто тебе дадут штраф. Но по закону они могут довести дело до уголовного. В большинстве случаев до этого не доходит. Подожди, но всё равно важно знать. Да. Я сделал накоточки своей подружки. Она мне дала шоколадку с двумя стами шекелями. Я их положил в комодик. И это уже юридически уголовное дело? Ну, за 200 шекелей с тобой никто не будет судиться и открывать себе уголовное дело, тебе за это дадут штраф там просто больше. Да, но юридически-то это могут сделать. Имеют право. Но обычно, то есть, ну давайте выдохнем. Но опять, это делать не надо. Мы ни к чему не призываем. Я вообще против таких дел. Но, то есть, ну давайте мыслить разумно. Никто не будет сейчас заниматься 200 шекелями. Ну им просто времени тоже на это не хватает. Им время не выгодно. То есть уголовное дело будут открывать, например, компанию, которая там уклоняет очень много налога. Что они сделают с вами? Они вам дадут штраф больше того, что вы заработали, чтобы вы больше никогда такого не делали. Тоже малоприятно, поэтому как бы очень советуем платить налоги как надо, как полагается. Ну хорошо, что ты это сказала. Вот зрители теперь будут больше бояться. Ты помогаешь людям знать свои права. Это как бы твоя вот суперспособность, да? В том числе, да. А есть разница между знать права свои и отстаивать свои права? Конечно. В чём как бы вот человек, он же может просто послушать тебя и такой, о, ну да, классно, я знаю свои права. Это ещё дело менталитета, ты знаешь, например, русскоязычный менталитет, очень часто он узнаёт свои права и почему-то с этим ничего не делает. Израильский менталитет не знает своих прав, но что-то куда-то прёт и что-то делает, извините за выражение. Поэтому, то есть, тут должна быть комбинация. Вы должны всегда знать свои права и понимать, когда вам стоит их отстаивать, а когда, окей, тут я промолчу, потому что мне выгоднее промолчать, потому что я у этого работодатель собираюсь работать ещё, там, не знаю, два года, это не так критично, мне важнее другие моменты, я промолчу, даже если я понимаю, что это не очень хорошая история, в самом худшем случае всегда можно засудить после увольнения до семи лет, поэтому как бы… Ну вот сразу интересный вопрос. Когда, где вот эта граница, где можно ещё чуть-чуть терпеть, потому что тебе не хочется ссориться, а где вот всё, красная черта, надо уже бить тревогу и бороться. Ну это же очень личное, то есть для меня может быть сейчас граница, что на мне кто-то не то слово сказал, и оно мне показалось, не знаю, в контексте каким-то дискриминирующим. И здесь тоже так можно посудиться, да? Конечно, дискриминирующее слово. Во время дискриминации в трудовом праве, это такое довольно серьёзное дело. Другое дело, что там не всё дискриминации, тут это уже как я принимаю это на себя. То есть это… Ты можешь сказать одну и ту же фразу мне и кому-то другому, кто-то подумает, что это просто шутка, а кто-то примет это как дискриминация, пойдёт и, пожалуйста, на тебя HR, и надо будет начинать какой-то процесс. То тоже как бы… Типа, если ты говоришь работнику, принеси мне белых листов, он может сказать, почему я тебе должен нести именно белые. Ты что, против чёрных? Нет, ну это уже нет, но, например, ты мне можешь сказать, Аня, какая ты сегодня красивая, да? А я решу, что это дискриминация по моему полу, потому что мужчинам ты же это не говоришь. Ой, какие страшные тут эти законы. Но редко, да, такие суды? Это как бы тоже… Реже, реже. Это больше пугалки. Потому что, ну это… Не, не то что пугалки, бывают ужасные. То есть, например, дискриминация во время процесса собеседования, вот это как бы, этого надо бояться. Почему-то работодатели, многие, особенно маленькие бизнесы, за этим не следят. Потому что тут вас могут засудить, даже если вы меня не приняли на работу вообще по другой теме, но вы меня спросили, сколько мне лет, какое у меня семейное положение, служила я, не служила, какое у меня политическое мнение и так далее, там 11 пунктов, я могу вас засудить, и мне не надо доказывать ничего. То есть вы это спросили, это дискриминация, дискриминация, вы мне какую-то выплату выплатите. А вот эти вопросы, которые ты перечислила, их нельзя задавать на собеседовании? Конечно. У нас есть закон, вот ты меня спросил про трудовое право, у нас есть 11 тем, которые ты не имеешь права как работодатель задавать во весь процесс найма сотрудника до того момента, как ты уже меня не нанял. А, после найма можно, типа ты за НДИ? После найма это уже как бы ты можешь это спрашивать, да, опять аккуратно, ты не имеешь права дискриминировать, поэтому, но тут тот факт, что ты задал этот вопрос, могут принять как дискриминацию. Именно перед? Да, потому что, почему? Потому что ты со мной не продолжил процесс, потому что у меня нет опыта, а меня ты спросил, сколько мне лет, иди докажи, что это из-за того, что у меня нет опыта, а тогда почему ты спросил меня, сколько мне лет. Слушай, а вот мне прям интересны эти пункты, хотя бы там вот какие-нибудь... Ну давай, например, ты не можешь спрашивать возраст. Да, если я написал, например, в резюме, сколько мне лет, ты это видишь, да, но если я... Обычно не пишут, вы можете не писать, ты не можешь спросить меня, сколько мне лет, ты не можешь спросить моё семейное положение, то есть по семейному положению, ты не можешь дискриминировать по наличию детей, то есть ты можешь задать, например, вопрос, смотрите, у нас работа там с 8 до 6, есть ли какой-то фактор, который будет вам мешать работать именно в эти часы? Получается, что когда я собеседую, если я работодатель, то мне надо вот максимально представлять человека абсолютно без полого, без сформенного, без возраста, без цвета, глаз, волос, то есть это должно быть просто объект. Да, профессионал, то есть что ты проверяешь, опыт подходит, не подходит, умеет, не умеет, может работать в те часы, которые тебе надо, тот объём, вот это спокойно, то есть не принять кого-то, потому что у него недостаточно опыта, он не знает там какой-то язык, и всё, что тебе надо, твоё право, ты работодатель, но не принять меня, потому что, не знаю, мне 31 год, хотя я имею все полномочия делать эту работу, ты не имеешь права. На данный момент идёт война, её назвали «железные мечи», что на данный момент времени известно по поводу компенсации тем, кто потерял работу или потерял возможность заработка? Две основные – это те, кто у нас сейчас в армии, кого призвали, или, кстати, кто сам призвался добровольно, те же самые законы, как человек, которого призвали, те, кто дома сидят с детьми, только один из родителей, и учебное учреждение должно быть закрыто, те, кто не могут выходить на работу из-за министерства тыла, то есть что они не разрешают в их городах выходить из дома. Вот, вот это интересно. А если они не разрешают работать из-за того, что нет мамада? Вот, например, наша ситуация с фотостудиями, у нас нет бомбоубежища, мы попадаем в эту категорию? Нет, речь же не идёт про бомбоубежище, речь идёт о Мерхав Муган. Мерхав Муган – это не только бомбоубежище, это может быть и лестничная площадка, это может быть и бомбоубежище под зданием. Если мы не уверены, то есть и работник, и работодатель, мы звоним в министерство тыла и спрашиваем именно про наше здание, могут ли работники работать в этом здании или нет, можно принимать клиентов или нет, и они отвечают. И если, например, вы работаете в месте, где можно, но вы не чувствуете безопасность, это уже ваша проблема, потому что если министерство тыла разрешило, то тут уже работодатель ничего вам не обязан платить. Но формулировка была не бомбоубежище, а именно безопасное место. То есть теоретически весь центр страны, то есть ты всегда можешь найти безопасное место по большому счету. Нет, это не всегда. Если это не футбольное поле, если это здание. Оно должно быть приемлемое, да. То есть если мы не уверены, мы всегда звоним министерству тыла и узнаем, и они нам говорят. Хочу с тобой сейчас сыграть в игру, сделать такой диалог. Я буду работодателем, бессовестным, а ты будешь активная, а ты будешь активная, уверенная в себе сотрудница. Вот сейчас началась война, я тебе говорю, у нас миссрат, офис, и я не хочу уже тебе платить. И говорю, можешь пойти домой, бесплатно посидеть, пока все не закончится. Нет, не могу. У нас есть законы труда. В месте, где мы сейчас находимся, есть бомба убежища, министерство тыла разрешило тебе работать. Клиенты есть, работа есть, то есть мы с тобой должны продолжить работу. Аня, ну ты же понимаешь, что клиентов стало меньше. У меня сейчас как бы не так много денег тебе зарплату платить. Это незаконно. То есть если ты меня сейчас к чему-то принуждаешь, и я на это не согласна, это как будто ты меня увольняешь со всеми плюшечками, которые мне за это полагаются. То есть ты мне сейчас должен оплатить месяц работы, даже если я буду сейчас сидеть дома. Моих все пиццуем ты мне должен оплатить, все мои отпускные денежками, дмэ овра, которые ты мне давно не платил. Так что ты подумай, либо мы с тобой сейчас договариваемся, находим какое-то решение, подходит оно и мне, и тебе, либо, пожалуйста, увольняй меня. Плюс незабываемый дорогой работодатель, что ты не имеешь права меня увольнять по почве войны. То есть тебе надо на зиму-ля-щему, когда ты меня на слушание вызовешь, да, ты же меня не можешь просто так уволить, ты меня на слушание должен вызвать, а за этот день ты мне тоже должен оплатить. Должна быть там причина, почему ты меня увольняешь, а по вольнению нельзя, я тебя потом засужу. Аня, ну ты же понимаешь, мы, у нас фирма продает чушь, ерунду какую-то, и у нас теперь она не продается, у меня просто нет денег, я тебе что, со своего кармана буду платить? Ну, во-первых, у тебя должна была быть изначально заначка для зарплат, ну, окей. Ну, я ее себе заберу. А, ну, прекрасно, прекрасно, ты работодатель, ты знаешь, что я потом это напишу в соцсетях, у тебя репутация после войны будет ужасной, как у тех работодателей, которые во время короны так себя вели. Ну, это так, напоминаю. Ну, давай мы с тобой договоримся. У меня есть период 12 месяцев работы, то есть если ты меня сейчас посылаешь на неоплачиваемый отпуск, мне будут платить пособие по беззарблате, с моей зарплатой это 60 процентов, я готова, давай ты меня посылай на неоплачиваемый отпуск, но бери себе в виду, что это должно быть как минимум 30 дней, если война закончится раньше, ты меня на работу звать не можешь, а увольнять не можешь. Ой, откуда вы такие умные? Ладно, я проиграл в этой игре. Ну, это не равная игра все-таки, это моя работа, это мой хлеб и масло, но на самом деле то, что важно подчеркнуть в такой игре, что тоже, то есть только на ваши права опираться и не слушать вторую сторону работодателя, это тоже не всегда умно, если вы хотите там на самом деле продолжить работу, то есть всегда все-таки стоит постараться договориться, если там работодатель не до такой степени наглый, да, там, не знаю, на самом деле какой-то маленький работодатель, у которого на самом деле этих денег нет, у вас несколько работников, и вам, да, полагается, например, пословие по безработице, да, если вас пошлют на неоплачиваемый отпуск, то есть может стоит договориться, можно договориться о оплачиваемом отпуске, можно договориться о больничных днях, то есть всегда стоит все-таки обоюдно договориться о каком-то решении, которое будет подходить обеим сторонам, плюс-минус. В заключении, да, вот мы про военное время много говорили, все-таки ролик, наверное, будет смотреться, когда и война закончится, хочется вот про мирное время поговорить, как, если очень, как бы, коротко, какая здесь обстановка в Израиле по поводу поиска работы, потому что есть страны, где, там, знаешь, берут только своих или наоборот нужно обязательно там образование. Вот в Израиле какая культура найма? Ну, давай вкратце, там несколько пунктов, например, в плане опыта, в Израиле очень важен опыт, образование важно, но оно переходит на второй полон, то есть у нас, если у нас классный опыт и так себе образование, нас возьмут, если у нас классный образование и нет опыта, нас не факт, что возьмут, особенно если есть нехватка кадров. Когда ты говоришь нас, ты уже себя и клиента подразумеваешь, да? Сотрудников, соискателей работы, да, то есть человек, который ищет работу, если у него хороший опыт, то это всегда в приоритете, если это еще с хорошим образованием, то вообще, но опыт важнее. То есть у репатриантов хорошие шансы, если он был специалистом хорошим у себя в стране исхода? У меня есть недавний клиент, он был прекрасным специалистом, которых в Израиле нету, он не знает иврита, и мы нашли ему работу, у него было три предложения, зарплата 50 тысяч и выше, то есть, ну, просто таких специалистов нету, это не касается всех, но там был уникальный опыт, хороший английский. Это практически зарплата премьер-министра, 60, по-моему, 8 у премьер-министра. Я не помню, я уже перестала за этим следить, мне это не нравится, но да, пожалуйста, если такие кейсы, тут все зависит от того, какой у вас опыт, какие у вас знания. Круто. Это обнадеживает. Ну, не всех, то есть тут надо смотреть. Но в основном-то люди не обладают такими 50-тысячными знаниями и способностями. Тут это уникальные знания, мы понимаем, да, то есть, ну, например, если ты там со сферы закупок, продаж, в Израиле и с этим дефицит, у тебя классный, например, английский, классный международный опыт, ты можешь легко найти работу там за те же 20 тысяч, ну, классная зарплата. А что бы ты посоветовала вот сейчас людям, которые из-за войны находятся в кризисе поиска работы, не знают, может быть, там поменять профессию? Есть у тебя какая-то волшебная таблетка? Ну, волшебной таблетки никогда нету, всегда надо работать, но мы понимаем, что любой кризис, для кого-то это кризис, для кого-то это как раз-таки возможность, да, например, у меня вот клиентка вчера подписала контракт, причем она собеседовалась в трех местах работы во время войны на прошлой неделе, хотя до этого она уже месяца два искала работу, и она не могла найти. Что произошло, мы с ней изменили, профессия та же, она персональный ассистент. Мы вместо того, чтобы искать персонального ассистента в IT-компании, пошли на те компании, которые и в кризисе очень хорошо работают. Кто? Те, кто работает с армией, те, кто работает в обороне, юридические компании, она нашла в юридической компании позицию с зарплатой такой же, как она хотела в IT-к, но она не пошла в IT-к, пошла в юридическую компанию, причем они сейчас работают круглые сутки, им нужен ассистент, они ее собеседовали во время войны, через неделю дали ей контракт. То есть мы тут переосмыслили не саму позицию, а просто сферу работы, да, можно сделать так. Мы понимаем, что во время войны сейчас я разговаривала со всеми HR, есть места работы, которые не ищут работников, они все приостановили, они увольняют, есть те, которые, кстати, ищут там жизневажные учреждения, там те же больницы, все, что связано с медициной, сейчас нехватка людей, да даже HR-ов в сфере медицины не хватает, то есть и туда можно устроиться. У нас уже такая традиция появилась, мы просим сказать что-нибудь хорошее, ободряющее касательно вот состояния Израиля, будущего. Есть у тебя какие-то мысли? Ну смотри, я тут 25-й год, я сама служила в армии, все войны, спецоперации я проходила, в конце Израиль всегда побеждает, надо просто терпение, вера, помогать, чем мы можем и не забывать о себе, то есть если вы остались в такой позиции, что у вас на данный момент нет работы, всегда можно найти сейчас какую-то работу, то есть деньги у вас всегда будут, потом всегда можно пойти обратно в свой карьерный путь, то есть это такой период, его надо переждать и посмотреть, как вы с этого периода выходите в более лучший период. Все будет в конце хорошо. Спасибо. Это была Анна Левин. Анна Левин. Анна Левин.